Привет, девчонки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет не очень приятное для меня видео, потому что буду рассказывать вам о продуктах, которые мне не подошли, то есть о моих косметических разочарованиях. Хотела бы сказать сразу о том, что если мне что-то не подошло, это не значит, что это совсем плохие продукты, может в вашем случае наоборот, это будет хит. Вот если вы пробовали что-то из того, что я покажу, поделитесь своим мнением, мне будет тоже интересно почитать. Начинаем! Первая это будет лаковая помада от Rimmel из серии Apocalypse, это безумно красивый цвет 501 Stellar, я сделала свой, в некоторых фирмах вы можете видеть, у меня ее на губах, цвет просто обалденный, ничего подобного я пока не смогла найти. Вот единственное, но у нее очень классный аппликатор, она наносит на губы столько продукта, сколько надо, но спустя полчаса, если вы присмотритесь поближе, она как бы растекается по губам, и мне это очень, даже не по губам, а выходит за границы губ, то есть в принципе наша кожа имеет какую-то там структуру, да, и она неровная, не совсем гладкая, и вот эта помада начинает входить в такие, назовем это морщинки, да. Это мне очень-очень не нравится, она не держится на месте, я пробовала накладывать меньше, я пробовала с карандашом, без карандаша, по-разному, да, у меня она не держится, если вы знаете, что сделать, чтобы помада оставалась на месте, да, напишите, пожалуйста, внизу. Дальше, очередной хит, который все очень-очень хвалили, это гигиеническая помада, может, бальзам даже, Baby Lips от Maybelline, у меня версия Pink Punch, да, и она вот такого вот цвета очень интенсивного розового, я думала, что она будет оставлять только оттенок, вот, но на губах она реально смотрится, знаете, как, ну, наверное, не видно, не очень видно будет на ручке, да, на губах она оставляет очень красивый такой цвет Barbie, который я, в принципе, очень сильно не люблю, и она, есть такое ощущение, что она как бы увлажняет эти губы, но она их вообще не увлажняет, то есть она оставляет такой, как бы, слой на губах, да, который съедается или исчезает вообще через какое-то время, вообще не увлажняет, не ухаживает за губами, еще этот цвет ужасный, я даже дома не могу, не могу его у себя на губах носить, скажем так, поэтому мне очень нравится, и даже при том, что она не очень дорогая, не хочу, не хочу пользоваться. Дальше это будут тени, которые я купила в Сифоре, и стоили они сумшедших денег, тогда это было 70 злоток, то есть это больше 20 долларов, вот, у меня два вот таких вот оттенка, вот, которые должны были быть красивые, они очень сатиновые, это Фред Фаруджио, вот, и что я вам могу сказать, они вообще не растушевываются, они смотрятся на, делают глаза такими грязными, они осыпаются, ну, просто какой-то ужас, это уже не, ну, хуже, хуже теней, я просто в своей жизни еще не пробовала, то, что они не растушевываются вообще, меня доводят до истерики, поэтому не знаю, что с ними сделать, потому что пользовалась несколько раз, может быть, перепродам, может, кому-то они нравятся, да, и я на нет, вообще нет, 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 еще раз нет. Следующая будет помада от Revlon, у меня оттенок 6 Pink Sugar, да, и должен был быть это такой красивый, нюдовый оттенок. Итак, посмотрите, как эта помада выглядит, она реально вся вот поломанная, да, покоцанная, и не имеет никакого запаха, да, и должна, в принципе, смотреться красиво, но, когда я ее наношу на губы, она, смотрите, она просто ломается, нельзя ее накрасить, даже свой сделать, короче говоря, должна быть довольно-таки красивая, при том, что я не люблю никакие, никаких блесток на губах, она оставляет такие блестки, и что хуже, она оставляет на губах вроде песок, то есть такое впечатление, что на губах, на помаде еще и песок, но ужас, ужас, еще раз ужас, ненавижу просто, я ее, скорее всего, выброшу, потому что, ну, с ней я сделать вообще ничего не могу. Дальше это будет то, что у меня осталось еще, ну, такая вот версия, я хотела бы вам показать, потому что мне очень это не нравится, это, это шампунь от фирмы Sios, да, здесь называют его Sios, вот, у меня также есть, было все из этой серии, был бальзам для волос, кондиционер, была маска, и просто не нравится, ну, не запах, не, хотя запах еще можно пережить, да, потому что он как-то не остается на волосах, но волосы путаются, быстро жирнятся, ну, вообще, просто какой-то ужас, и никогда больше в жизни не куплю из этой серии именно для сухих, для сухих волос, ужас, просто никому не советую, вообще, даже бесплатно не берите. Дальше это будет натуральная косметика из сети Rossmann, если у вас есть Rossmann, да, мне кажется, что в Watsons они тоже могут быть, потому что Watsons это тот же Rossmann на Украине, вот, и это серия из, это продукт из серии натуральная Альтера, вот, это дневной крем для кожи сухой, вот, и, значит, он должен быть увлажняющим, и запах у него, при том, что он натуральный этот крем, с алоэ вера, чего-то там еще, короче, запах у него очень-очень такой неприятный, очень химический, я бы даже сказала, и при том, что он должен быть увлажняющим для сухой кожи, когда я его наношу на лицо, это, вот, знаете, как вроде маску какую-то нанесла, стягивающую, вот такое вот ощущение, мой муж тоже пробовал пользоваться этим кремом, вообще никак, мне очень не нравится, и я его точно выброшу, потому что даже я попробовала, вы знаете, намазать ноги им ради интереса, эффект тот же самый, просто я еще ничего такого не видела, и, мало того, он вообще не работает ни с одним тональным кремом, вот, потому что он скатывается, ну, для меня ужас-ужас, и никогда больше, никогда ничего не куплю из вот этой вот серии Альтера, да, потому что я пробовала также и маску для волос, и шампунь, который, ну, у меня просто их сейчас нет, да, я не хочу долго вам рассказывать ничего на эту тему, но, короче говоря, наверное, не для меня, пока я с натуральной косметикой, кроме масел, особо не гружу. Следующее, это будут тени, тени из фирмы Меслин, это марка точно доступна на Украине, она не очень дорогая, я ее видела в бракарде, я ее, слава богу, вот эти вот тени я не купила, потому что они цвета не мои, да, мне кажется, вот такой сиреневый больше подойдет к карим глазам, вот такой вот фиолетовый тоже какой-то мне не очень тоже идет, короче говоря, что я могу сказать, эти тени очень осыпаются, эти тени не растушевываются, они очень сильно пылятся, ни кисточкой, ничем я их наложить не могу, с базой, без базы, короче, они не держатся, при том, что даже цвета вот мне как-то не подходят, да, я просто пробовала делать разные макияжи оними, нет, я говорю им нет, потому что с ними нельзя работать, просто нельзя, поэтому если вы когда-то думали купить или не купить, ну, можете попробовать, да, но где-то там бракарды, да, потестить, вот попросили, чтобы вас накрасили, но в принципе нет, я на нет, и слава богу, что я их не купила, мне их подарили на работе и нет. Я вам, у меня есть видео с обзором на косметику от Inglot, не знаю, почему многие говорят Inglot, если это польская фирма, здесь ее называют Inglot, то я не знаю, почему вдруг появилась Inglot, ну, ладно, неважно, это будет, сейчас они квадратные эти тени, у меня круглая упаковка, еще старая, потому что я купила ее больше года назад, так это красиво, очень красивые синие тени, номер 483, если вы сделаете себе сводч, ну, просто можно влюбиться, потому что тени просто, знаете, как вороний такой цвет, он не черный, только он такой вот, видите, синий, с таким шиммером, но на пальчике просто гениальный какой-то цвет, да. Как он выглядит на глазах? Он плохо растушевывается, он очень осыпается, именно этот цвет мне очень-очень не нравится, он делает мои глаза вот такими, знаете, грязными, уставшими еще, я потом ничего не могу сделать с тенями вокруг глаз. Я специально пошла в Douglas, потому что у нас в Douglas также продается Inglot, ну, просто мне не по дороге было бы их в рыбный салон, в общем, я зашла в Douglas и спросила, что можно сделать с вот этими тенями, чтобы с ними можно было поработать. То есть девушка мне сказала, что, к сожалению, в Inglot есть такие цвета, с которыми, вот знаете, что они делают, короче, с ними ничего нельзя делать, скажем так, то есть они выглядят грязными на глазах, они плохо растушевываются, и она мне сказала честно, что она тоже заметила, что это тени очень плохие, что, ну, с ними практически нереально что-то сделать, единственное, что, наверное, подчеркнуть вот линию роста ресниц, можно нанести как айлайнер с помощью дюралайна, вот, и только таким образом можно использовать эти тени. Я пока их отложу куда-то в сторонку, и, в принципе, мне с ними сейчас как-то не по пути, скажем так, поэтому я вообще, в принципе, прохладно отношусь в косметике Inglot, поэтому единственное, там, тени еще некоторые ничего так, вот остальное как-то так, лаки для ногтей еще ничего, ну, в общем, у меня есть целое видео, вот, где я рассказываю о продуктах Inglot, здесь они дешевые, ну, как дешевые, для меня, в принципе, если я здесь живу, и для меня вот 10 злотых за такие тени, это немного, вот, при том, что, допустим, если бы это был хороший какой-то цвет, да, то, также мат, я знаю, у них очень хороший, ну, короче, возвращаемся к теме. Следующие тени, это тени от Essence, это совсем бюджетные тени, у меня есть, допустим, цвет капучино, который мне очень-очень сильно нравится, он красиво ложится, он долго держится, с базой, с плейботом от мака вообще, смыть его просто даже очень сложно. Следующие тени, это оттенок 1, Chill Out, вот, и это белые тени, которые я когда потестила, в принципе, они очень красиво выглядят, выглядели, да, и давали такой, просто они не белые, да, такой прозрачный эффект холодного тени, мне нужны были именно такие тени для одного макияжа, но когда я начала наносить его на глаза, он просто осыпается, да, он очень сильно пылится, и он исчезает через буквально полчаса, вы его уже не увидите у себя на глазах, вот, и, в принципе, я пока его отложу, вот этот продукт, да, я не думаю, что я к нему вернусь, слава богу, что это был макияж, который я делала там несколько раз, поэтому мне не жалко, да, пока ими не пользоваться, и мне они как-то особо не нужны, вот, но если вы думали, то капучино очень рекомендую цвет, вот, такой нейтральный, но вот этот вот совсем никак, я бы ему простила то, что он сыпается, да, все, но то, что он исчезает, ну, зачем, в принципе, такие тени нужны, вот, и последнее, что я хотела бы вам показать, это будет гель, такая умывалка, да, от Luminem, с васильками, я хочу сказать сразу, что его не купила, его я получила от мамы, потому что, скорее всего, я бы себе его, ну, просто не выбрала в магазине, но это, значит, сейчас я вам скажу, это для всех, как бы, типов кожи, он должен смывать макияж, еще тонизировать кожу, в общем, все, он не делает ничего, и у него такой, знаете, немножко, как бы, холодящий даже эффект, я бы сказала, вот, в общем, не делает ничего, кожа очень стянутая после него, я не прощаю таким продуктом, именно умывалкам, да, если они очищают кожу, то гели должны очищать очень-очень, чуть-чуть, забываю слова, да, и я ненавижу вот этого эффекта стянутости кожи, поэтому я говорю нет, и мучаю его, мучаю, короче говоря, надеюсь, что он скоро закончится, потому что еще чуть-чуть есть, вот, ну, в общем, мне не нравится, никому не советую. Девчонки, это пока все вот из того, что очень-очень не нравится, я надеюсь, что такое видео не будет появляться часто, потому что я стараюсь выбирать продукты те, которых я много хорошего слышала, либо которые я уже раньше проверяла, я много продуктов покупаю просто попробовать, да, но всегда считаю сустав более-менее, вот, и обдуманно подхожу к покупкам косметики, особенно декоративной. Вот, всем спасибо за просмотр, жду в ваших комментариях, ваше мнение о этих продуктах, которые показалось, его пользовались. Вот, всех целую, пока-пока, до новых встреч!